Всем привет! Вы на канале Оспорт. В этом видео мы расскажем вам, что такое перевод рывком за руку. Итак, перевод рывком за руку – это техническое действие, которое изучают на первоначальном этапе любого вида борьбы. Несмотря на то, что во взрослой борьбе перевод встречается не так часто, это основа основ, которую изучают еще совсем маленькие детишки, когда приходят на вольную борьбу. Он сам по себе является подготовкой к другим техническим вашим действиям, таким как проход в ноги, либо броски всевозможные, либо заходы за спину, переводы в партер и так далее. Сейчас мы рассмотрим перевод рывком за руку – вариации, которые изучают дети на первоначальном этапе обучения. Руки соперника наложены на плечи, рука двигается изнутри в сторону, сбивает его кисть, вторая рука уходит под мышку, под мышку, чтобы совершить рывок на себя. Делаю под шаг на своего соперника, рука, которая держит кисть, убирает ее в сторону, чтобы она не мешала мне. Рука, которая находится под мышкой, совершает продергивание на себя и тем самым вы оказываетесь за спиной у своего оппонента. Сейчас мы покажем перевод рывком за руку со сбиванием в партер. Движение то же самое. Сбиваю кисть, делаю подшаг на него, увожу кисть в сторону, ухожу за спину и вот этой рукой, которая держит его под мышку, я затягиваю его вниз, сбивая в партер. Сейчас мы рассмотрим второй вариант перевода рывком за руку. Соперник наложил руки вам на плечи, теперь ваша рука двигается не с внутренней стороны, чтобы сбить его кисть, а с наружной. Рука опускается на его предплечье, движением вниз срывает его кисть. Вторая рука также уходит под подмышку вашему сопернику, ногой подшагиваете на него и сбиваете его в партер. Рука убирает предплечье вниз, вторая идет за подмышку и сбивание в партер. Третий и наиболее сложный вариант, это когда вы держите своего соперника за кисти. Очень тяжело в борьбе долго находиться в таком захвате, потому что соперник будет перебирать руки и пытаться постоянно освободиться от ваших захватов его кистей. Поэтому, как только вы схватили его за кисть, вы сразу же уже должны быть нацелены на перевод. Рука, которая держит кисть, продергивает, убирает в сторону, вторая рука уходит также под мышку. Делаете подшаг и затягиваете его в сторону. Есть несколько подготовительных упражнений. Борьба за захват кистей. Вы хватаете своего соперника, он хватает вас. Перебирая кисти, не стоя на месте, вы учитесь забирать нужный вам захват, крепко хватая кисти. Второе подготовительное упражнение. Борьба в обоюдном захвате. Мы встаем с моим оппонентом в захват обоюдный, локоть в локоть. Беру я захват такой же, как на продергивание на переводе. И здесь задача, что моя, что моего противника, загрузить плечо вниз и оказаться, оказаться, оказаться за его спиной. В борьбе в обоюдном захвате необходимо понимать, что вы не просто кружитесь за его спиной, пытаетесь зайти за спину, а постоянно грузите его плечо, чтобы опустить его и перевести его в партер. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях, чего нам еще не хватает и что бы вы хотели увидеть в наших обучающих видео. Всем спорт, всем о-спорт. Еще нам не хватает или что бы вы хотели, чтобы мы разобрали? С вами был спорт, с вами был о-спорт, с вами был спорт, с вами был клуб единоборств о-спорт, всем спорт, всем о-спорт. И там спорт, спорт, спорт. Субтитры сделал DimaTorzok